Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 41-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке у нас будет виджет что-то типа подсказок. Мы можем разместить кнопки на нашем лендинге и смотрите, что мы можем сделать за счет виджета. Например, при клике на кнопку, вот здесь вот видно, у нас всплывает сообщение, которое при прокрутке страниц, оно замирает в углу. Ну, также расположение этого окна можно, вы уже догадываетесь, разместить где угодно, по центру, в нижнем углу, в левом и в правом, цвет этой подложки и любой текст. И также можно сделать, чтобы он автоматически закрывался через заданное время или же по нажатию, по крестику. И вот вторая кнопка «При наведении». Вот вы видите, и там как раз-таки я сделал, чтобы он исчезал автоматически через заданное время. То есть я навел и исчезает. То есть если я несколько раз навел, то вот видите, как происходит. То есть это просто как варианты. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет я перетаскиваю на холст. Создайте две кнопочки, ну или можете одну создать просто для теста. Это просто текстовый фрейм. Смотрите, что мы делаем. Давайте посмотрим настройки нашего виджета и рассмотрим первую вкладку опций «Settings». Первое, что нужно сделать изначально, нам нужно вот этот ID добавить в стиль графики для нашего объекта, для нашей кнопки. Мы это уже с вами делали. Здесь то же самое. То есть вот эту перемену, вот этот ID вы копируете, выделяете кнопочку свою. Идем в правую часть настроек Adobe Muse. Находим здесь в панели стиль и графики. И как обычно мы создаем новый стиль. Вы уже знаете, как это делается. Так, прописываем стиль и окей. Так, все. Для этого мы прописали. Для этой кнопки. И можно, в принципе, сразу посмотреть по умолчанию, что у нас получается. И получается ли вообще. Я кликаю и вот оно сообщение, его видно, да? И давайте теперь посмотрим настройки. Вот это поле, вы, наверное, уже догадались, здесь будет ваше сообщение в данной всплывающей области. Я просто напишу «Привет». Дальше. «Поп-ап», «Спид». Это у нас вот эта всплывающая подложка. Можно назвать «Поп-ап» окном. И это как бы скорость. То есть с какой скоростью ей проявиться. Можете сделать меньше или больше. «Тайм-аут» — это если вы хотите, чтобы автоматически оно закрывалось через заданное время. У нас стоит ноль. Значит, оно не будет закрываться. Оно будет закрываться только если вы кликните по крестику. Следующая опция. «Шоу» — «Показать». Показать всплывающее окно по клику или при наведении. Вот смотрите, если я выберу при наведении. Давайте посмотрим. То есть мне достаточно просто навести мышь, и вы видите, объект у нас появился. То есть я не кликаю, просто навожу. Навожу еще, и вот они появляются. Здесь я оставлю по клику. Смотрите, «Шоу» — «Close Icon». Если галочку снимем, в всплывающем окне не будет крестика закрыть. Вот с этими настройками все. Давайте просмотрим следующие настройки. Следующие настройки отвечают за позицию всплывающего окна. Если мы поставим галочку «Alligan Center», это значит выровнять по центру. Если мы поставили галочку, у нас недоступные поля. Горизонтальный выравниваем по центру. И недоступно горизонтальный отступ. В пикселях нижний недоступен. Доступно только вертикал, центеринг. Топ — это наверху, бутон — внизу. Сейчас мы посмотрим. Вот мы просто поставили галочку «Alligan Center». Давайте посмотрим. Я кликаю, и вы видите, вот она у нас по центру появляется. Если мы выберем вот здесь вот бутон, то есть должно появиться снизу. Вот она, видите, появляется снизу. Если галочку мы снимем «Alligan Center», у нас активируется поле горизонтальное выравнивание. Лево-право. Здесь уже смотрится, как вы хотите. Ну и вертикальный. Вот эта вот опция — это у нас отступы. Давайте просто проверим. Например, я поставлю 300 пикселей. И посмотрим в браузере. Вот вы видите, вот вверх у нас происходит отступ в 300 пикселей. Было в 40, мы поставили в 300. Вот этот отступ, давайте посмотрим, где это отступает. Поставлю 500. Кликаю. И выравнивается у нас почти посередине. То есть это отступ слева. И остались у нас последние настройки — это внешний вид. Вот эта опция — это у нас ширина нашего всплывающего окна. Border Radius — это скругленные углы. Вы это уже все знаете. Ну и Background, заливка всплывающей этой области. Можно поменять цвет на свой. Текст в этой всплывающей области поменять на свой. Поставлю темно-зеленый. Ну и Shadow — это тень всплывающего окна. Поставлю черный. Давайте посмотрим. Вот вы видите, да, изменения. Это еще не все. Мы с вами, в принципе, разобрали все настройки. Но что можно сделать еще? Вы можете продублировать, если это нужно, зажать Alt и продублировать виджет. То есть мы можем неограниченное количество таких виджетов и объектов кнопок использовать на холсте, потому что у нас ID вот это вот можно менять на любое свое. То есть смотрите, вот это ID у второго фрагмента виджета вы удаляете и по-английски пишете что-то свое. Я просто напишу My. И делаем то же самое. Копируем эту переменную. Например, создаем второй объект, выделяем его, идем в стиле графики. И то же самое создаем для второго объекта с переменной My. И ОК. Все, для этой кнопки теперь работает вот этот виджет. И здесь уже индивидуально вы можете менять другие значения. Можете все здесь вообще изменить. И давайте посмотрим. У кнопки кликни по клику открывается. Кнопка наведи, да? У нее, видите, просто при наведении я сделал, чтобы открывалась. И, соответственно, они сейчас у нас в одном месте открываются. Вы уже здесь настраиваете отображение под себя. Например, сделаю отступ 100, чтобы они друг на друга не накладывались. И здесь у нас появляется здесь, а вот этот наведи появляется снизу. Все у нас работает. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. С вами был Игорь Негода.